Расхламление! Веселье! Всем привет! Это Таня Матаня на канале Позитивные Идеи. И сегодня позитивные принципы расхламления. Ну не у всех есть силы. Весна, витаминоз и какое-то настроение. Не всегда есть солнце, какие-то тучи, то снег не вовремя. И настроиться на уборку, на такое весеннее расхламление. Я сегодня расскажу свои основные принципы, которые помогают настроиться на такое позитивное настроение, чтобы получать драйв от этого самого процесса уборки, от самого процесса избавления от всего лишнего. Первое, это настроиться на то, что вам придется впустить в свою жизнь хаос. Потому что это иногда останавливает. Как представишь себе, ну боже мой, так хорошо, у меня все лежит по полочкам. Не важно, что там находится, то, что уже хранится там годами, и я не ношу. Ну как представишь себе, что вот это все нужно вытаскивать. И что начнется такой беспорядок. Я когда перебирала свою кухню и вытащила это все, я прям взяла камеру и такая, ну боже мой, ну посмотрите, ну посмотрите, какой у меня бардак. Но с бардака начинается порядок. И вселенная рождалась из хаоса. Из хаоса образовывается порядок, и он в ваших руках. Нужно, нужно настроиться, что это прям необходимость, и она быстро закончится. И чем быстрее вы наведете хаос, и если вы настроитесь, что вот этот хаос, это путь к порядку, это путь к свободе. Вот с таким настроем намного легче начинать. Следующий принцип, не нужно частями делать расхламление. Нужно делать везде и все и сразу. И абсолютное освобождение всего. То есть, если вы начнете, ну да, я вот здесь вот чуть-чуть, вот здесь вот чуть-чуть, здесь осталось, там осталось. И такое ощущение, что вот такие кошечки скребут, что как будто это чего-то не доделал. И такое удовлетворение на самом деле, когда вот полного нету освобождения, полной свободы вы не получили. А почему? Потому что нужно избавляться от лишнего полностью. Нужно, если вы убираетесь на полках, вот посмотрите мои видео, да, сейчас, и во влогах я это показываю. Я полностью все выгребаю, помою все внутри. И вот из того, что я полностью все вот это выгребал, я начинаю выбирать то, что нужно оставить. Вы понимаете? И если полностью не освобождать, а, знаете, так вот перебираешь, так, одну вещь, вот эту я, вот эту вот, ну, не будет полной свободы, вы оставите как минимум половину. Потому что, когда ты наполняешь пустоту, ты в нее лишнее не положишь. А когда ты вытаскиваешь из полного, ну, вроде вот это, ну, вроде на эту жертву я согласна, на эту жертву. И вот такая вот жертвенность, так, знаете, так, бровки как будто пощипал по одной штучке, ну, а остальное вроде осталось и пойдет. Нет, нет, это не освобождение. Вы почувствуете, насколько облегчение приходит после того, когда вот вы создали сначала пустоту, и в нее добавили только-только то, что вам нужно. Это очень важно. И следующий принцип, который тоже с этим очень связан, это как раз выбирать нужные себе вещи. То есть вот любые вещи, расхламляете ли вы кухню, расхламляете ли вы шкафы, любые вещи, которые должны остаться, они вам должны быть нужны. Быть нужны. Это мне нужно. Нужно исходить из того, что это мне нужно. Если избавляться от ненужного, как от сердца отрываешь? Вот как от сердца отрываешь? Понимаете, вот иногда так начинаешь себя уговаривать, а нужно мне, это не нужно. Вот как раз мой прикол про хрень, вот это вот моя хрень, которая начинает меня уговаривать. Ну оставь меня. Но я для чего? Нет, нет. В пустоту возвращается только нужное. Вот это мне нужно. Все остальное, все, до свидания. И так это легко убирается. И когда вы увидите вот то, что нужно, вот оно занимает мое пространство, оно, сколько места появилось. А вот это все, все, этим не пользуюсь. Понимаете, это очень важная разная психология. Отбирать ненужное по одной или оставить нужное. Это совсем другой настрой. Это вот ты твердо на этом стоишь, ты уверен в этом, ты двигаешься вперед. А когда ты вот в этой вот помойке все время в ненужное ковыряешься, представьте себе, что вы в помойном ядре вот это вот все время ковыряетесь. Не нужно заниматься этим самоковыряем. Оставляем только нужное, то, что мы хотим. И это, кстати, очень хорошо относится к одежде. Когда вы не оставляете то, что нужно, то есть то, что вы любите, то, что вы хотите носить, там три базовых вещи, но вы в них чувствуете себя великолепно. Нет, половина гардероба висит, не пользуемся, но мы не можем от этого избавиться, потому что повесить ярлык ненужное, мы это не можем. А когда вот так вот весь шкаф вытащили, все оттуда вытащили, так, вот это наше, вот это, вот это наше, а про это забыли. Вот забыли вообще. Вообще нужно очищать. И вот следующий принцип, это как раз вот очищение своей кармы от вот такой ненужной вещи со следующим принципом. Слушайтесь в него, послушайте его внимательно. Это обновление. Вот нужно начинать самый первый шаг к порядку, особенно в вещах. Потому что какие-то хозяйственные вещи, к ним не всегда это относится. А то, что ты носишь, к этому нужно подойти именно с этой точки зрения. Я хочу эту вещь, она мне нравится, и я буду ее носить. И вот очень часто мы цепляемся за вещи, которые у нас есть, но мы их никак вообще уже не носим. Вот никак. Но их же жалко. И проблема расхламления как раз вот в особенных вещах, в одежде, составляет в том, что вот она же еще, извините, пошла не пошла, не дырявая вещь, но она же еще хорошая. Ну и что, что она хорошая? Ну и что, что она пошла не пошла? Ну и что, что она из моды не вышла? Вот вам она уже не к душе. Вы не будете это носить. Обновитесь. Обновитесь. Избавьтесь от этого и замените тем, что вы бы хотели видеть. Нужно обновляться. Даже если эта вещь не заношенная и еще даже не подходит для классификации на дачу. Ну и что? Все равно вы вот чувствуете, что ну не будете вы ее носить. Ну не насилуйте вы себя. Это само насилие. Потому что все, что связано с телом, вы одеваете это на себя. Это прям прямое насилие. Ну надо же его поносить. Оно же висит. Надо же его выкулить разочек хотя бы это платье. Хоть оно мне уже и все и не нравится. Эта вещь выполнила свою функцию, когда вы ее купили, возможно. Вот есть такие вещи, которые вот вы покупаете и на стадии покупки вы получаете удовольствие. Вот вам просто пошупится. И есть такие вещи, которые даже после магазина забрались к нам в шкаф, но они забрались только с целью того, чтобы быть купленными и получить вот это наше удовлетворение, это вещи только в момент покупки. Больше нет. Больше никакой. Нет. Вы ее не носите. Она свою функцию выполнила. Она нефункциональна. Избавляйтесь от нее. Сейчас и продать можно. Да и просто не бойтесь злого выбросить. Не бойтесь. Потому что вот я, кстати, сделаю как-нибудь тоже тему, подберу вот свое изменение психологии о том, когда ты из такого состояния бедности, когда ты за каждую вещечку держишься, вот переходишь вот в другое немножко стадии, как тебе тяжело, как ты привык вот к этой психологии бедности. Вот даже вещи, которые вы отправляете на дачу, они уже все настолько изношены, что вы их изнашиваете до таких пор. Сейчас пошли вот в какой-то декатлон, там по 200 рублей футболочки, купите себе чистенькую, хорошую футболочку, потратьте на себя 200 рублей. Это судьбы бюджетом, но она чистенькая, хорошенькая, целенькая, новенькая. Нет, вот до дыры она не износилась, а как износилась, так на дачу. И один раз мне моя подруга сказала, прям мозг мне почистил. Она такой пакетик собрала, а я выбрасываю. Я говорю, так еще у тебя же дача есть. А она мне говорит, а почему я на даче должна выглядеть как бомж? Ну почему? Я, говорит, хочу тоже получить удовольствие, отдохнуть, быть вот в какой-то атмосфере такой, да, быть нормально выглядеть. Почему, говорит, я должна там в арбанье-то ходить? На самом деле, почему я при всем том, что я могу себе позволить купить какие-то футболочки на даче, почему я их не выбрасываю, почему я собираю огромный склад и захламляю дачу? У меня был такой прикол, когда мы с мужем тоже занимались, там делали небольшое видео, и я ссылочку оставлю внизу. Ну и вообще, смотрите, мой плейлист с приколами, там как раз муж мне сказал, а можно, ну мы так обыграли эту фразу, а можно без перевалочного пункта дачи сразу выкинуть? И он теперь, я когда записала эту юмористку, он мне теперь эту фразу все время говорит, потому что я сейчас начинаю расхламляться, и такая кучка на даче, он так и на нее смотрит, а без перевалочного пункта дачи, саму себя цитирует, вы знаете, как это действует на психологии, думаю, сама же эти принципы говорю, а сама пытаясь вот это вот все равно коровничеством заниматься, и всякий вот всякий мусор, расхламляя свое здесь пространство, начинаю засорять другое пространство, не нужно тоже это делать, выбросить, вы знаете, как это легко, и ты забудешь про эти вещи, которые ты выбросил, все, все, до свидания, освобождайте свою карму, не насилуйте свое тело, тело, оно любит, понимаете, его нужно любить, не нужно на него напехивать то же, что вам в дни души, обновляйтесь, если выбросить, то выбросить, если вам не нравится эта вещь уже, все, избавляйтесь, несмотря даже на то, что она там ультра какая-то современная, и вы ее купили, и все, и не носили, но не будете вы ее носить, и это на самом деле очень сильно освободит вот это вот ваше пространство, и еще один момент, это как раз начинать само расхламление с покупки новых вещей, вот я сейчас красуюсь, знаете, вот я прям, ой, вы же чувствуете, какое у меня настроение, какой заряд, потому что вот эти вот платьишки я купила, пусть я их на распродаже купила, пусть недорого, пусть они у меня из Китая, ну и что, ну из Китая, ну да, ну из Китая, ну и что, она новая, хорошая, я чувствую у нее себя комфортно, я поднимаю себе настроение этим, так вот, вот с этих вот обновок начинается как раз вот это вот очень хороший толчок для того, чтобы освободить вот эти вот вещи, избавиться от них, которые вот уже вы не будете носить, и вы уже, ну просто они вам уже надоели, потому что, когда приходит что-то новое, легче принять решение избавиться от старого, вот понимаете, хорошая вещь, которая вам не нравится, она вот любит появляться в пустоту иногда тоже, то есть она любит заместить кого-то, понимаете, вот вы же тоже хотите быть единственной, неповторимой, индивидуальной, и вот вашему платью тоже хочется быть единственной, неповторимой, индивидуальной, а тут вот она приходит в шкаф, ей здесь конкурировать с кем-то приходит, убирайте конкурентов, вы их не носите, убирайте, избавляйтесь, пусть она будет бесконкурентна, пусть она будет Вот вообще неотразимый, когда вы само платье, вот это вот, вы чувствуете, что ей вот не конкурс красоты, где ее устроили, а что это самая главная вещь в вашей жизни. Вы ее оденете, и походочка, и осаночка, все у вас изменится, настроение у вас изменится. Ну что, мои хорошие, настроила я вас на позитив, давайте, расхламляйтесь. Я сейчас уже расхламила свою кухню, у меня осталась одна полочка, массовое расхламление, я уже расхламила свою детскую, и смотрите влоги, потому что я не делаю отдельно, знаете, давайте по этой комнате, давайте по этой комнате. Нет, я не делаю тему на этом канале, это все влог в жизни, то есть вот идет мой в течение там какой-то день, и я там вставляю, здесь я расхламление делаю в течение этого дня, с ребенком занимаюсь, что-то покупаю, я все это соединяю в единую жизнь, да, не отрывая, поэтому смотрите мои влоги, они тоже очень интересны. А здесь я стараюсь вот все сконцентрировать, пытаться сделать какую-то тему, которая будет интересной, и будет вас вдохновлять именно на ваш позитив, на ваши позитивные идеи. И мне осталось, я почему записываю это видео, вот расхламление вот этих шкафчиков, и вы понимаете, я вот сейчас нарядилась, я чувствую вот, что вот мне нужно, и я сейчас все выгребываю из шкафов, и верну только туда только то, что нужно. Все, начали, начали, девочки мои, начали, начали, избавляемся, избавляемся, чистим свою карму, заряжаемся весенним настроением, и вы увидите, как весна своим духом, даже если там солнышка нету, а тучки, она войдет в ваш дом, потому что вы для нее освободили место, для ее энергии не было вам места. А теперь, после того, как вы от всего этого избавитесь, у вас эта энергия появится, и она, понимаете, она будет пустой, места свято не бывает, в эту пустоту заполнится то, что вас будет радовать. Всем пока, это Таня Матанев на канале Позитивных Идей, оставайтесь со мной, подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, и делитесь, делитесь моим позитивным, делитесь этим видео, чтобы зарядить и других наше весеннее расхламление, на наше позитивное настроение. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok